Школа коллекционирования Олега Боровко. Всем привет! В Литве выпустили новый набор. Я хочу вам об этом рассказать. И я уже больше недели собираюсь записать это видео. И у меня не получается по причине того, что все время попадаю в такое состояние, которое называется ком к горлу подходит. Это в определенном смысле связано вообще с коллекционированием. В этом видео я решил вам рассказать, что происходит с людьми, когда они приходят в коллекционирование. У меня такое бывает. Не часто, но бывает. Я время от времени наблюдаю за какими-то проявлениями людей, когда люди берут какие-то коллекционные вещи, и вдруг с ними что-то неожиданное происходит. Об этом я расскажу в последнюю очередь, во второй части видео. Поэтому те, кого интересует только технические данные, могут послушать. И потом, если нервы слабые, то лучше не дослушивать до конца это видео. Надеюсь, у меня получится. А перед тем, как я начну, пожалуйста, подпишитесь на видео, на мой канал, поставьте лайки, жмите на колокольчики, пишите свои комментарии. Если это все уместно, или у вас какие-то мысли возникают, это будет здорово. Потому что мне очень нравится с вами общаться, это всегда полезно. Хочу сказать спасибо всем, тем, кто пишет конструктивные комментарии. Это действительно ценно, и это влияет на то, как я делаю следующее видео, влияет на то, какой материал я ищу и как я его готовлю. Потому что мне понятно, чем именно я могу вам помочь, когда у нас есть какое-то общение. Итак, друзья, хорошо. Начнем с простых вещей. В Литве выпустили набор. Февраль месяц 2022 года. Вот он у меня в руках. Интересный, красивый. Да, технические данные. 8 монет в наборе. Евромонеты, конечно, потому что Литва – это евро-страна. Номинал всех монет – 3,88. Год выпуска – 2022. Тираж – 7000. Монеты, созданные из металла, так называемого биметалла или купрникеля и латуниевый сплав. Качество изготовления – бриллиант анциркулейт. Тема выпуска. Каунос-2022. Культурная столица Европы. Играет важную роль в программе проекта под названием, под девизом «Модернизм для будущего». Что такое модернизм? Модернизм – это направление в искусстве, характеризуемое отрицанием предшественников, разрушением устоявшихся представлений, традиционных идей, форм, жанров и поиском новых способов восприятия и отражения действительности. Знаете, иногда что-то надоедает, и люди ищут какие-то новые формы для самовыражения. В данном случае идет речь о городе. Вот тут показаны разные четыре здания, они все разные, но это все модернизм, потому что у модернизма есть разные формы. И да, то есть вы поняли, да, вот происходит что-то, что людям надоело, и они отрицают что-то старое и начинают искать новые формы для самовыражения. Вот в этом и заключается слово «модернизм». Каумовский модернизм был достоин знака европейского наследия, а сам город был включен в сеть ЮНЕСКО как город дизайна. И вот чем ближе подходим к истории, тем больше у меня вот горло перекрывается. Ну давайте я попробую вам рассказать еще немножко истории. И так незаметно, может, для себя я и нырнут в ту область, такую сакральную, необычную, но тоже очень важную. Хорошо, немного истории. С 1919 по 1939 год Каунас становится столицей Литвы. Преобразования, которые происходят в городе на уровне чуда, то есть соизмеримы с чудом. И в первую очередь это отражается в архитектуре. Архитектура как один из главных ключевых факторов в этих преобразованиях. Это связано с тем, что литовское правительство создало такую программу стипендий. И вся одаренная молодежь на эти стипендии поехала изучать в первую очередь архитектуру в разные ведущие университеты Западной Европы. И потом молодые ребята вернулись домой, и все, что изучили, они решили применить. Изменения, которые пережил город Каунас за 20 лет. Вот некоторые из них. Они просто как бы шли, падали на город, меняли его со скоростью света. Посмотрите, территория города увеличилась в 7 раз. Население города увеличилось почти в 2 раза. Было возведено около 10 тысяч новых зданий с узнаваемым во всем мире чертами модернизма. Менее чем за 2 десятилетия жители Каунаса превратили его в современный, элегантный и европейский город. А что было до этого и что было потом? А до этого была война, и после этого опять началась война. И после Второй мировой войны что-то до нас дошло, но уже не так, конечно, как город выглядел в конце 30-х годов, к сожалению. Я хочу обратить внимание еще раз, что сейчас у нас год 2022, февраль месяц. Литовский банк выпускает серию монет, которая показывает нам о том, что могут делать люди в мирное время. И в то же самое время кто-то нам предлагает войну в очередной раз. И все это в одно и то же время. На меня нахлынули разного рода воспоминания, поэтому то, что я сейчас буду говорить, возможно, для кого-то это просто фантастика. Возможно, кому-то нужно будет остановить видео просто и не надо слушать, если вы к этому не готовы. Я начну немножко издалека, друзья. Когда-то я узнал, что человек живет вечно. И исходя из этого, получается, что мы живем много жизней. И у нас у всех есть какие-то предыдущие жизни. У меня был период, когда я просто над этим смеялся, такой, знаете, неконтролируемый хихикс. Но когда я на это посмотрел более серьезно и просто спросил свою память, что у меня в моей памяти есть по поводу моих прошлых жизней, то мне моя память выдала мою предпоследнюю жизнь, скажем так. И я увидел, как я родился до Первой мировой войны. И я увидел, как я погиб в Первой мировой войне. И я увидел, как я жил до Первой мировой войны. И я, конечно, спрашивал свою память, а что с последней жизнью. Знаете, моя память мне не выдает мою последнюю жизнь. Но я искал какие-то данные зацепки. И один раз я встретился с человеком, у которого экстрасенсорные способности. И мы как-то очень быстро тему изменили в направлении прошлых жизней. И я ему сказал, что я не могу никак вспомнить прошлую жизнь. И свой рассказ я закончил тем, что, скорее всего, мне очень сильно досталось в прошлой жизни. Он кинул головой и сказал, что, первое, он не может мне точно назвать... Есть такие этические нормы, правила, с помощью которых этот человек считает, он не может точно говорить, кем я был в последней жизни. С одной стороны. Но с другой стороны, он дал мне некоторые направления, куда я должен посмотреть. И, может быть, там я что-то найду для себя. И действительно, эти направления были, они очень такие, знаете, напряженные, очень эмоциональные были. Как я только туда начинаю смотреть, меня всего трясет и колбасит. И это говорит о том, что направления указаны верно. Для этого видео я просто хочу сказать, что после потери своего тела в Первой мировой войне я нашел другое тело. И когда началась Вторая мировая война, я тоже в ней поучаствовал. Потом были еще интересные события. Да, не буду говорить, потому что я не хочу говорить, с кем я был в прошлой жизни. Во-первых, я не помню. Во-вторых, это вообще не имеет значения. Но что здесь я хочу в этом видео сказать, что каждый раз, когда что-то нас связывает с воспоминаниями из прошлых жизней, нас это как-то напрягает, мы неожиданно как-то ведем себя, можем всплакнуть или неожиданно рассмеяться как-то громко, непривычно для себя. Или что-то другое, какое-то со стороны кажется, какое-то нетипичное для нас поведение это может вызвать. Очень часто, когда люди смотрят коллекционный материал, с ними такое происходит. Очень часто, когда дети в первый раз приходят в магазин для коллекционеров и начинают смотреть банкноты, марки, монеты, тоже с ними что-то происходит. Как правило, ребенок заканчивает такое для себя приключение словами «вот это я хочу». И он четко знает, зачем он и почему он это хочет. Конечно, наша культура, знаете, она вот, я разговаривал с работниками церкви, да, с людьми, которые вроде отвечают за духовную жизнь нашу. Некоторые говорят из этих, я не буду говорить какие-то конфессии, говорят, что мы не имеем права помнить прошлые жизни, да. Вот, да, эта тема меня, вы уже поняли, эта тема меня очень интересует, поэтому я встречаю людей, которые и помнят свои жизни прошлые, и говорят на эти темы легко, и есть люди, которые боятся что-то вспомнить. Есть люди, которые, ну, в моем общении попадаются, которые говорят, вы ни в коем случае не имеете права что-то вспоминать, что было раньше с вами, да. Почему вот этот комплект, и вот я его вот связываю с тем, что сейчас сказал, да, и почему у меня подходит корм к горлу? Да потому что мы все, кто сейчас здесь живем, мы в основном переживали, мы прошли через Первую мировую войну, через Вторую, мы там теряли тела, мы там теряли здоровье, мы там теряли имущество, теряли семьи. Короче, все было по полному, по полной программе, знаете, и вот сейчас в современном мире нам опять подсовывают какие-то войны, да. То есть, друзья, если мы разумны, если мы умны, да, то, ну, хватит уже наступать на одни и те же грабли, да. Давайте вспоминать, что уже с нами было, и давайте как-то менять эту жизнь в другом направлении, в лучшую сторону. А коллекционирование мне нравится, и вот я создал свою школу коллекционирования, потому что она нам, вот видите, коллекционные вещи, и чем старее, тем сильнее, они как бы кричат о том, что у нас уже был этот опыт, друзья, да, и давайте делать правильные выводы. Кстати, иногда войны направляются специально на то, чтобы уничтожить какие-то старые артефакты, чтобы мы не вспомнили то, кем мы были раньше и как мы жили, да, чтобы не с чем было сравнить. Короче, очень интересная тема. Если вы способны как-то на эту тему говорить, напишите, пожалуйста, что-то конструктивное. Мне будет интересно почитать. Да, и мне кажется, это вот такая сторона, о которой никто не говорит, но это то, чем коллекционирование, коллекционная жизнь и интересно. У нее есть своя задача, это напоминать нам о том, что мы делали в прошлых жизнях, как мы жили в прошлых жизнях, что у нас есть уже опыт прошлых жизней, и что мы очень умны, мудры. И все, что нам остается, быть причиной, друзья, и не позволять еще раз разворачивать нас на какие-то дурацкие грабли. Ну, а на этом все. Большое спасибо всем тем, кто дослушал меня до конца. Если вы действительно еще со мной, вы большие молодцы. А на этом пока-пока.